Друзья мои, всем привет! Всем привет! Вы на канале Пиратская жизнь. Ребятки, мы сейчас будем готовить нашу вкуснейшую говядину. Она у нас настоялась. Здесь у нас она была протыкана чесночком. Прям, кстати, не убираю его. Чесноком запекается. Вот она у нас простояла в соли, в перце, в горчице. Вот такой вот зерновой. Очень вкусная настоялась. Можете посмотреть утренний рецепт, как мы готовили, мариновали ее. Вот это прям утренний выпуск. Самый ранний, самый ранний этого дня. Так, мы сейчас ее запакуем в фольгу и отправим в духовочку. Мы уже постали разогреваться. 200 градусов. Кстати, мне очень нравится эта система быстрого разогрева. Очень удобно. Очень удобно. Вот наша говядинка. Говядочки, давай, Вован, дерзай. Чего надо-то? Чего? Горчичку. Еще горчички? Мне кажется... А давай обычную. Не надо обычную. А мне кажется, не надо вот это. Что, еще что ли? Мне кажется, достаточно. Она же и так в горчице-то. Ну ладно, ладно, не лезу. Видите, Вован надел свой этот поварской наряд. Где? Вован, у меня имя есть. Когда хочешь у меня что-то спросить, то можешь задавать вопрос. Обращайся ко мне по имени. Да-да-да. 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 Так. Ладно, перекинул ее. Чет как-то она у нас распласталась, да? Нормально все. Я боюсь, по краям бы у нас упаковывался. Кстати, а вот в противень постоянно кладем бумажку, потому что если вдруг что-то вытечет, он очень будет потом удобно, не надо будет так терять. Просто бумажку выкинул и все. Видите, какой кусочек хорош? Уж, получился весь в горчичке. Ой, какой аромат гуляют, девочки. Ой, овощем. Овощем. Давай с краев сначала, да? Запаковываю ее. И тут. Где я здесь? Дежон. И в краешках. И у нас будет запекаться. Очень вкусно. А потом, как немножечко запечется, мы ее чуть-чуть откроем, чтобы у нас посохло. А это вот края не закрываем. Так, открывай. Вот, так. Отлично. Вот, в краешках у нас немножко взошла. Смотри, что еще раз. Нет, что еще? Давай еще. А что тут два пайдут? Сходя на сечек. А то видишь, в краевках. Ты ее сейчас наоборот положи по-другому. Я знаю. Я знаю, что ты знаешь. Видите, Вован готовит в таком красивом виде. Запекает нашу говядинку. Я прям совсем забыла. У меня, кажется, в морозилке есть вот такие вот салаты. Он уже набрелся. Салат из морского гребешка. Чука-хатати. Это вот мы в рыбе покупали. И вот такой вот салат из осьминогов. Идако-сансай. Короче, их надо разморозить. Вот, и будет очень вкусно. Я думаю, сейчас нам пару минут в микроволновку их разогреть. Ну, здесь не разогреть, а разморозить. Чтобы было хорошо. Какой я будешь? Выбирай. Гребешки или осьминоги? Выбирай. Да, вот, пока. Ни то, ни другое? А чего? Все, поставил? Все, на 40 минут вверх-вниз отправили в духовку. Сейчас я когда поставлю на разморозку. А что-то мы сейчас шли-шли и вам говорят, а у тебя там салаты есть. Я говорю, ой, да, точно. Тиар, где у нас здесь? Микроволновку это не включает сразу. Ага, забыла? Ну, захотел. Ну, ладно, давай, короче, туда просто положим, оно само сейчас растает. А сейчас быстро оттает. Что-то в микроволновке. Все, 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 не орел. Ты? Ну, конечно, я. Сказал, что встал. Их так, блин, кинула, не оттает. Ну, все, давай, положим, кинем. Кинем, кушать. Раз, два, три. Где он помолит сюда? Ну, она-ка работает. Че ты ее? Выключи. Ой, все вот ему надо специально. Теперь тебя невозможно упустить из виду. Твои сильные волосы всегда футболисты. Ну, ставь. Все, видишь, пашет. Все, молодец. Все, молодец. Мой за собой здесь. Сейчас этот цирк и рулетики надо делать. Рулетики, рулетики. И, Ваш, он меня спрашивает. Нина, есть ли у тебя сыр? Я говорю, у меня есть сыр. Целый, большой, красивый сыр. Так, вот сейчас вот так салатики приложим. На вторую ложку. Пускай у нас здесь размораживается. Чай? Чай? Не надо открывать все. А че не надо открывать? Так оставить. Да. Он так все опять. Может, на пледу его вот так положить? Не надо. Теплее было. Хочу его испортить? Да, я хочу его испортить. Можно? Вместе с тобой. Ну, так все это выглядит, удается. Ну, ты всегда все знаешь лучше меня. Я не знаю, че я вообще тут забыла? Забегала, запрыгала. Забегала, запрыгала. Че нельзя, что ли? Так. Я че попросила? Принести? Попросила? Ну, че ты не попросила? Ой, то, что мы купили. А ему все пофигу. 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 Такая интересная. Ему все пострадавшая. Картошка. Кортошка. Положи. Вкусно. Вкусно. Вкусненькая такая, знаешь? Дорогая, конечно. Но вкусно. Ой, вообще. Балдыш. А тут сколько? 160 грамм, 37 рублей. Не дешево. Но вкусно. Так, убираем. Сейчас он сделает рулечки. Так, вот этот еще надо. Так, это все надо убрать. У нас то, что нам не требуется. То, что нам пока не надо. Капуста. Капуста уходит у нас вот сюда. Надо, кстати, достать еще и чеснок. Чесночок. Чесночок, чесночок, чесночок. Чесночок, чесночок, чесночок. Где у меня еще не понятно. Так, это чесноком мало. Надо еще. Сейчас быстренько все подгоним. И пускай у нас Вован тут сидит и крутит рулеты. Правильно? Правильно. То есть хоть какой-то от него будет толк. Я вам читала, кстати, новости. Хотят вообще педофилам пожизненно отдавать. Я считаю абсолютно верно. Так и надо. Так, курок тоже. Бананы. Бананы, бананы, бананы. Что-то пыталась поначалу узнать, какое-то товарное соседство. Сейчас вот уже... Уже нет. Уже не делается. Уже получается как-то так. Вот, девочки, сейчас вот слушаю новости и писяц вообще. Господи, какая жесть творится. Вообще вот мы про педофилов рассказывают, что девочку прям буквально уносили на глазах у людей. Никто даже и не пикнул. Вообще ужас какой-то... Правильно, правильно. Таких сволочей нужно просто вообще... Ужас. Умышленно, умышленно. За такое надо... Что у этих людей в головах просто прям вообще непонятно. Как их бухты носят. Земля-то их носят. Вообще ужас какой-то. Я переложил салат, короче, этот... Хочу сейчас помыть сюда рулетики. О, еще и в общежитии она-то плакала. Ужас. А люди даже не отреагировали вообще. Жуть какая-то. Господи. Народный суд. Линчевать их нафиг. Ужас какой-то. Господи, вообще. Причем, вон, видите, говорят, что один из них отсталый. Омск на отсталый. То есть у него прям официальный диагноз. Ой, сумасшедший дом. Как жить-то? Непонятно. У нас такое творится. Так. У нас с вами, девочки, сыр вот такой вот. Сейчас мы его разрежем пополам. Вот посмотрим, что там у него внутри. Во! Я сейчас могу его расширить. Может, поможешь мне? Пожалуйста. Ой. Тяжело, кстати, обрезать. Рулетики ты сделаешь, может, а? А я пока картошки начищу. Да? Давай, иди сюда. Сделай хоть что-то. Так, вот, кстати, какой сыр. Целый. Целый такой красивый сыр. Как у нас полегче. Вот это вот сделаем. Так. Мы сейчас его разрежем пополам. И потрем. Я же он тут чеснок приготовила. Сейчас наделаем. Будет вкуснятина. Сегодня поедим, завтра, послезавтра. Это считается, как салат получается. Ну, а это вот берем. Еще целая половинка осталась. Вот. Не знаю, сколько вот. Это столько, не столько. Сейчас. Раз. Два. И все. Попробуем, кстати. Давно такой не покупала. Но мне нравится вот такой сыр. Как раз для салата. Самый раз. Вот такой мягкий, спокойный. Не острый. Так, вот кусочек. Моя творчка. А он его потом не потеряет. Так, я это могу делать. Сейчас, вы знаете, сейчас вот новость смотрю. Хоть прям не включай телек вообще. Такая жуть. Вообще. Вроде все думают, что праздники, праздники. А вот только включаешь новость. Ты понимаешь, насколько суров мир. Что-то я с сыром переборщила, по-моему, девочки. Как-то вот я перетерла вот целую половину. И что-то как-то его дофига получилось. Я вот думаю, куда вы потом можно потратить. Хотя, с другой стороны, знаете, можно потом, не знаю, мясо запечь. Картошку запечь. Прям вот с этой вот штучкой. Он расплавится, будет очень вкусно, да. С сыром, с чесноком, с майонезом, да. В общем, короче, ты сейчас можешь делать спокойные рулечки и не экономить. Вот. Ну, зато, как говорится, много, не мало. Если что, идет другое дело. Что-то, перетерла, короче, сыр. Очень, кстати, удобно. Смотрите, какие, видите, аккуратненькие получились. Мне очень нравится вот эта терочка моя, Мулинекс. Кстати, кому интересно, вот у меня все спрашивают, что за терка. Вот такая вот. Вот. Я несколько раз уже теряла. Сейчас все проконтролировал. Вроде все хорошо. Сейчас нас вам будет заниматься, соответственно, рулетиками. Мяска у нас запекается. Наши битые огурчики. Вот наш салат. Кстати, ты был абсолютно прав, он уже вот практически весь растаял. Смотри, видишь? Сейчас он подтает, и мы его уберем. Уже толще. Ну да, такой вот тоненький. Здесь всего-то у нас 200 грамм, по-моему, идет. Но он не дешевый такой салатик. В общем, побалуемся такими вкусняшками. Сейчас я сделаю пюрешку. Да, он тут, видите, уже картошки. Что натурально? Ингредиенты. Ингредиенты, да, все натуральные. Кстати, девочки, очень неплохая вот эта вот штучка. Мне прям нравится. Что-то поначалу мне было неудобно. Туда-сюда, а сейчас вот все отлично. Чищу вот этой штукой. Все там, выдавил все. Весь туда я прям сгребаю все. Я помою. Майонез как раз вот уйдет. Ну, не весь, конечно. Но сейчас много. Не знаю почему, сыр очень много впитывает майонезу. Как-то вот он прям дофига, дофига. Вот. Так. Кладем сюда у нас майонез. Вот не хотел же майонезный салат, девочки, но все равно. Как-то так все равно получается. Вот прям вот. Как бороться с этой напастью? Непонятно нам это не давать. Ну, сейчас наделаем еще неделю будем. И эту вкусняху. Перемешиваем. Все. Вмешиваем, вмешиваем майонезик наш. Внутерик. Так, что он занимается. Я тоже занимаюсь. Что-то хотел, знаете, сначала девочки приготовить гратен, потом подумал, да ну нафиг. Завтра приготовим. Сегодня приготовили просто пюрешку. Тоже очень вкусно и приятно. Мяло-картошку вот такая вот красная. Что-то говорю, поначалу мне эта экономка не очень понравилась. Что-то она как-то мне не подошла, то есть сразу не привыкнешь. Как-то, ой, хотела к старой вернуться, а потом подумала, а что бы и нет. Хорошая вроде. Она, по крайней мере, мне очень нравится ручка. Она силиконовая такая. Очень хорошая. Салат, кстати, это получается нормально. Вмешиваю, вмешиваю прямо. И будет хорошо. Там достаточно майонеза. Можно, конечно, еще положить, но лучше не надо. Лишнее майонеза тоже не требуется. Кстати, такую заправку, вот из чеснока, майонеза, сыра. Ее действительно можно, не знаю, на кусок мяса и в духовку. Вот и получится такая потом сырная шапочка. По сути, такой штучкой накрывают всякие мясо по-французски и прочее. Картошку чистишь, чистишь, она вся. Такая вот, такая вот картошечка. Картошечка. Сейчас у нас будет морепродукты, вкусняшки. Что-то типа того. Что-то типа того. Девочки, не могу, не могу. Хочу жрать. Хочу жрать вкусной еды. Ой, не знаю. Наверняка не худею. Она, кстати, сейчас пойти еще планку сделать. Я же говорила, буду каждый день планку делать. Буду увеличивать. Сегодня постараюсь простоять минуту. Там нужно увеличивать через каждые два дня. Эту планочку, чтобы было хорошо. Все, крути. И вот это прокрути, и то прокрути. В смысле, это рулетики сделаю и все. И получится красота. Не, а что, отличная закуска. Вот хочешь что-нибудь пожрать, да? Открыл холодильник, а там рулетики такие. Ну, все, идеально. Идеальное сочетание, что может быть лучше. Сейчас он еще смотрел новости. Там рассказывали. На крыле, короче, подпольный этот, игровой клуб. Вот, и показывают, что администраторы этого клуба очень быстро сбежали. Вот, а игроков, которые там играют, да, и деньги оставляют, как бы они не были готовы к этому, да, и не успели. Вот, их спрашивают, почему вы играете? Вот, спрашивают, причем, знаете, женщина, женщина, девочки, бабушка, 69 лет. Мне спрашивают, зачем вы играете? Она говорит, ну вот, хочу как-то поменять свою жизнь. Скоро, сколько вы оставляете? Она говорит, ну, раз в неделю, тысячи, две, три. То есть, понимаете, она, грубо говоря, всю свою пенсию проигрывает. Вот так вот. Она вот до сих пор верит, что они там что-то выиграют. Там жуть. Вот сейчас еще про МММ тоже рассказывали. Потому что какой-то появились новые плакаты, как у Мавроди были. Вот. И, короче, этот... Рассказали там еще про какого-то там мужика. Ему прям это задавали, короче, вопросы. Это точно не лохотрон? Вы там типа даете гарантию? Он говорит, да, даю гарантию. Ну и потом показывают следующий сюжет. Он в наручниках. Вот. Ведут его под конвоем и прочее, прочее, прочее. Вот так вот. Я не знаю, как вот люди до сих пор еще ведутся. И вот женщина 69 лет. Представляете, 69. Никто не застрахован. Просто никто. Получается от этой заразы. Сколько тебе? Хоть 20, хоть 60. В любом случае. Если ты слабовольный, тебя можно обмануть в любом возрасте. А вот я помню, это времена, когда были. Я же уже, как говорится, была. Уже такая взросленькая была. Ну сколько у меня там было-то? О, в каком год это всякие мавроди и прочее МММ. Ну в каком это году был? 90-е? Ну вот мне уже сколько? Пять лет было. Целых 10, возможно. Ты говори, не эконом на этой, на заправке. Вот, и вот помню, помню все эти времена. Кажется, я смутно помню. Сейчас вот пюрешку сделаю. Немножко пюрешки. Сделаем буженину вкусную. С говядиной. Салатики. И все. И посидим, как говорится. Отметьте. Маниньку. Все, кстати, с наступающим Рождеством. Сейчас вы были в магазине. Тоже меня там все поздравляют. С Новым Годом. Я говорю, спасибо большое. А вас с наступающим Рождеством. Вот так вот. Вот так устроишь, готовишь. Писота. Сейчас опять приготовим. Опять неделю будем есть. Кстати, купила капусту. Девочка, у меня там есть шейки индюшачьи. Хочу сделать щи на индюшачьих шейках. Очень вкусно получится. Как раз вот небольшая, небольшой такой коченок. Качанчик. Качанчик, коченок. А то что-то соскучилась по супу. Хочу супа. Хочу супа. Хочу супа. Хочу супа. Сейчас на пару дней карточки сделаем. И будет липота. Так, что у нас тут? Сейчас продвигается. Говорю, не экономим. Прям побольше клади. Что? А закончить-то как? Ну, как-нибудь. Как-нибудь. Попробуем. Нормально. Кстати, по чеснокам. Что у тебя все капает? Ну, капает и вкапает. Что там? Что-то тесна, по-моему, мало. Нормально. Еще? Прям совсем мало. Нормально все. У тебя так сыр никогда не уйдет. Ну, ты знаешь, сколько осталось? Думаешь, там много уходит его? У ветчины-то вот не так много. Хотя это, знаете, эти рулетики вот за раз штуки 3-4 улетают. Вот съедаешь, прям вот даже не замечаешь. Раз-раз и все. Как салат. Да. Кстати, ну, мало майонеза, то есть достаточно суховатый получается. Нормально. Ну, то есть, немного, немного майонеза. Вот если бы Вован добавлял, тут бы все плавало, девочки. Просто плавало бы в майонезе. Да, да, да. А я стараюсь. А что Вован сразу? Потому что Вован. То, что ты и так... А Вова молодец. А Вова молодец. Да, да, да. В общем, смотрите. Картошку поставила, а вам тут накручивают. Но, походу, еще останется сыр. Говорю, не экономим сыр. Так, наше мясо уже почти готово. Сейчас мы ее достанем и раскроем. Под конвекцией, чтобы она у нас еще немножечко приготовилась. Аромат, кстати, прям классный. Так, сейчас посмотрим, что у нас тут. Раскроем его. Сверху. Прям совсем пол? Я думаю, сверху так вот разрезать. Там совсем. Сверху. Запекается. Красиво. Бабечки, кстати, очень удобные. Знаете, вот я думаю, фигня-фигня. А так удобно иметь вообще. Очень здорово. Вот, давай сверху. Мне кажется, его надо подольше будет. Пока еще кровь вижу. 40 минут запекали до при 200 градусах. При 200. Не, 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 там еще крови полно. Сейчас ты ее кроешь, но ничего не будет. Иди. Да. На вот этой вот штучкой. Вот. Удобно. Чтобы руки не жечь. Хороший мясо получается. Все, отправляемся еще в духовку. Еще я веду минут 20, потому что суши крови прям еще много. Там, и сколько бульонов. Все, пускай, она еще подпечется. В общем, я надеюсь, что мясо у нас получится очень вкусное. Вот. Хотел сверху добавить сыр. Уже не нравится. Да. Мне оно не нравится, потому что я считаю, что он сейчас считает, что... А там изнутри идет запах такой, знаете, горелый немножечко. Да, немножечко, да, горелый. Да. То, что чеснок сверху лежит. Чеснок сверху лежит. Короче, я не знаю, что там получится, но... Не знаю. Я буду надеяться, что будет хорошо. И я надеюсь, что у Вовой все-таки есть чуйка приготовить вкусное мясо. А мы с вами его оценим на мукбанке. Так что всем всего хорошего, девочки. Обсирать это мясо. А почему сразу обсирать-то? Да. Потому что Нина уже его обсирает. Да. Потому что я чувствую запах горелый. Потому что она орет, что надо туда сыр ищик ехать. Да, я хотела туда... Я свинью. Свинья? Свинья ты. И ведешь себя так. Угу. Конечно. Угу. Потому что он говорит, мясо должно получаться с кровью. Чувствую, я сейчас его в рот не волнуешь. Ну, как-то так. Все, девочки, увидимся на мукбанке. Сейчас, пока. Пока. Лучше... Ну, что? Опять меня отмывать всю духовку, да? Что тебе не нравится? Давай, смотри. Запах горелого. Не знаю, от чего, откуда. Не дай бог. Воды. Ты говоришь. Сюка. Сюка. Ты его потыкай. Готово, не готово? Давай. На, потыкай. Давай. Кровь. Покажем этой краскам, что же происходило. Кровь. Кровь. Розовый сок. Это кровь. Это не кровь. Это кровь. Это не кровь. Да, закрой его. А еще лучше он фольгой еще сверху накроет, пускай оно дальше запекается. Вот так вот. Все, давай, оно еще полчасика постоит. Полчасик или нет? Ну, хотя бы сколько-то. Ой, что? Здесь кусок большой. Вот, накрою его фольгой и все, и пускай оно запекается. Я не хочу такой мясо. Я говорю, я вот смотрю, знаете, там этих турков, которые готовят, вот они берут, открывают мясо и вот так вот берут руками. И оно волокнами прям так разваливается. Вачта. Вачта. Да, хочу такое. Вачта. Хочу такое. Пожалуйста. Страшно, хрена ты его открывал? Ну, то, чтобы потом закрывать. Ничего, надеюсь, что что-то получится. Очень надеюсь. Поживем, увидим, время пока что. Все, увидимся, не было. Пока-пока.